МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что нужно для того, чтобы приготовить полный сибирский пельмень? Да немного. Четыре пункта приготовления, три вида мяса и один дрог-сибиряк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А рецепт теста очень простой. Щепотка соли на два стакана муки и грамм 150-180 воды. Сколько возьмет? На самом деле я потратил достаточно много времени, чтобы найти единственный правильный рецепт сибирских пельменей. Я вам скажу так, его нет. Сколько людей, столько мнений. Кто-то говорит, яйца нужны. Кто-то говорит, яйца не нужны. Сибирские пельмени делались зимой, когда их можно было вымораживать. Курицы зимой не несутся. Соответственно, ну какие могут быть яйца в тесте? Я остановился вот на таком варианте, тем более, что наличие яиц в тесте способствует его растрескиванию на морозе. Замесил я мука, вода, соль. А теперь я отправляю его отлежаться. Где-то на полчасика. Я его подмешу. Тесто получилось достаточно эластичное. А я перехожу ко второму пункту. А с начинкой оказалось тоже не меньше загадок. Но все, как один, утверждают, три вида мяса. Хорошо спрашиваю. Я позвонил сибиряку. Мало сибиряку. Он старовер. И деды у него там жили. И прадеды. Спрашиваю, а вот что с начинкой? Кто-то говорит, говядина, свинина, баранина. Как с этим дело обстоит? Он мне одно сказал. Говорит, говядины быть не может. Потому что сибиряк свою корову не зарежет. Выходили, стреляли диких животных. Кабан, лось, пожалуйста, зайцы. Если из домашних животных, то свинья, баран. Кстати, бараны тоже водятся в Сибирь. И для меня это было открытием. Поэтому я взял сегодня свинину, я взял баранину и добавлю кролика. Я позвонил другу сибиряку и говорю, слушай, нет у меня зайца. Говорит, так замени кроликом-то, господи, делов-то. У нас будут такие варианты городских оккультуренных сибирских пельменей. А еще мне потребуется луковица. Кстати, по поводу чеснока я тоже его спросил. Говорю, а как с чесноком-то? Говорит, слушай, не добавляют. Говорит, в связи с чем? А говорит, в связи с тем, что замораживаются пельмени. И, в общем-то, при разморозке не очень хороший запах от чеснока. Поэтому чеснока я добавлять не буду. Добавлю только луковицу. И приступаю к фаршу. Прокручиваю все на мясорубке. Фарш готов. А из специй я добавлю только соль. И черный перец. Поперчу побольше, потому что специй немного. И вот еще одна маленькая хитрость. Если вы не хотите получить фарш таким куском плотным, перемешивайте его аккуратно ложкой и не вымешивайте никогда руками. Тогда он у вас будет рассыпчатый. А в пельмене что главное? Бурьон и рассыпчатый фарш. И это будет настоящий сибирский пельмень. Так, как я его вижу. Полпути я пробежал. Фарш у меня готов. А я готов приступить к пункту третьему. К лепке. Тесто у меня отлежалось. Я его подмешивал. Оно мягкое, эластичное. И я его раскатаю. Вот такую колбаску. Как видите, оно не липнет к рукам. Совершенно. У меня папа был тоже сибиряк. Из Подомска. Он делал вот так обычно. Ах! И вытягивал. Вытягивал. А вот тут возникает вопрос. Какого размера делать пельмени? Кто-то говорит, большие. Кто-то говорит, маленькие. Дело в том, что в маленьких пельменях гораздо больше теста. Оно было более дешевое. В больших больше мяса. Соответственно, ну, каждая семья уже смотрела, какие пельмени делать. Но могу допускать, что при большом количестве детей все садились под лучины и лепили эти пельмени. А сибирские семьи, я вам скажу, человек так по 10 были. Так что они могли себе позволить налепить несколько тысяч пельменей и заморозить на ползимы, а то и на всю зиму. А я пока подпылю чуть-чуть стол. Эти шайбочки обмакну. Немножко их встряхну. Встряхну от муки и начинаю катать сочни. Сочни я буду складывать один на другой, чтобы пока я катаю следующий, у меня первый сочень отлежался и стал мягким. А потом я их переверну и начну лепить с первого. А еще возник у нас спор по поводу метода лепки. Ну, казалось бы, везде написано, пельмень там не обязательно сибирский, в виде медвежьего ушка. Оказалось, здесь тоже есть тонкости и нюансы. Потому что если это ушко слепить неправильно, то пельмень будет ломаться. Ну, опять же, возвращаясь к своему другу-сибиряку, я спрашиваю, как что? Он говорит, ну, понимаешь, помимо того, что ели все это дело дома, еще и мужики на охоту ходили. Так вот, говорит, нужно было лепить так, чтобы при транспортировке в заплечном мешке они не ломались. Поэтому там есть маленькая хитрость, как они лепились. И сейчас я ее покажу. Вот последний сочень у меня пошел. Начинаю лепку. Перевернул сочню. И теперь у меня здесь как раз мука вся впиталась, сочень отлежался. И он будет очень удобен в работе. Выкладываю. Так, хорошо миска. Ну, а дальше как? В общем-то, все знают, как лепить пельмени. Вот такой вот полумесяц получается. А вот теперь смотрите. Если я его слеплю вот так вот, то у него образуется бортик, который как раз вот при заплечном мешке транспортировки он будет ломаться. Поэтому я слеплю чуть-чуть по-другому. И буду считать, что это где-то ближе к истории с правильным сибирским пельменем. Леплю опять полумесяц. И подворачиваю ушко вот так, чтобы оно было более сглажено. Вот теперь смотрим. Видите, здесь бортик он такой растопыренный. Он тоже красивый. Так тоже можно лепить. Но вот мне кажется, что вот такой действительно более правильный. Здесь меньше шансов поломаться. Ну, а я пока продолжу лепить свою порцию сибирских, полных сибирских пельменей. Вот такую порцию я слепил. Было бы у меня пельмени побольше, я бы их обязательно заморозил. Но у меня порцию на ужин, на вечер. Поэтому я приступаю к последнему пункту – к варке. А варю я в кипятке с добавлением соли. Добавлю пару лаврушечек и закидываю пельмени. Варить я их буду 5 минут после всплытия. Обязательно надо помешать, чтобы они не прилипли ко дну. Варим только в воде, никакого бульона. Ждем, когда пельмени закипят, сварятся. И как только они будут готовы, начинаю подачу. Пельмени у меня сварились. И я начинаю их доставать. Доставать, подавать, уплетать. Это ведь сибирские пельмени, никакие не больше. Полная порция пельменей. Я люблю со сметаной пельмени. И поэтому есть я их буду со сметаной. Можно также с маслом, можно также с уксусом. Вот такой загадочный сибирский пельмень я сегодня приготовил. По рецепту старинного друга сибиряка. Полный сибирский пельмень для полных мужиков. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...